Самое главное произведение русской литературы Ярослав Мудрый, годы жизни 1019-1054, впервые независимо от Константинополя, в 1051 году поставил в митрополиты не грека, как обычно, а русина Звали его Иларион, когда он родился неизвестно, умер в 1067 году Иларион обладал выдающимся красноречием, однажды его пасхальная проповедь в храме Святой Софии была записана, и она дошла до нас в виде текста Слово о законе и благодати По мнению философа Дмитрия Лихачева, это одно из лучших произведений мирового ораторского искусства А по словам митрополита Ленинградского и Ладожского Иоанна Снычева, слово является едва ли не единственным памятником XI века, в котором употреблено словосочетание «русский народ», а необычное для того времени понятие «русская земля» Со слова о законе и благодати начинается русская литература И в чем же его неимоверная крутизна? Во-первых, она задает матрицу для всей русской литературы и русского менталитета В нем, помимо появления понятия «русский народ», есть еще два важных утверждения Первое – это то, что все народы равны, потому как Евангелием и Крещением Бог все народы спас Второе – то, что благодать выше закона, то есть, проще говоря, сердце важнее разума «Не видел ты Христа, не следовал за Ним, как же стал учеником Его? Иные, видев Его, не веровали, ты же, не видев, уверовал Поистине, почило на тебе блаженство, о коем говорилось Господом Иисусом Фоме Блаженны не видевшие и уверовавшие» С такими словами Иларион обращается к князю Владимиру, крестившему Русь «Не видел, но поверил», то есть, не разумом шел, а чувством, за чувством шел, за сердцем Интересно, что равноапостольный Владимир и князь Ярослав именуются в слове «каганами» «Каганами» – так назывались правители Хазарского каганата Еще недавно Русь была подчинена Хазарам, и только в 965 году славяне разбили Хазарский каганат Но название правителя все еще было Хазарским Хазары, как известно, были иудеями И в слове есть мысли, за которые Иларион, основатель Киево-Печерского монастыря Может быть вполне сегодня признан современными лидерами общественного мнения, антисемитом У Илариона земное представляют иудеи Иудеи ведь соделывали свое оправдание в мерцании свечи закона Христиане же созидают свое спасение в сиянии солнца благодати Ибо иудейство посредством тени и закона оправдывалось, но не спасалось Христиане же по спешениям истины и благодати не оправдываются, но спасаются В иудействе тем самым оправдание о христианстве спасения И оправдание всем мире о спасении в будущем веке Потому иудеи услаждались земным, христиане же небесным Потому иудеи услаждались земным, христиане же небесным И к тому же оправдание иудейское по причине ревности подзаконных Было убого и не простиралось на другие народы Но совершалось лишь в Иудее. Христианское же спасение благодатно и изобильно, простираясь во все края земные. Христианство интернационально и рационально, чувственно и блаженно. А значит нет мира сего и не жизнеспособно на земле, ибо надеется на спасение в будущей жизни, а не на разум и закон в этой, настоящей. Иудаизм, напротив, разумен, националистичен, практичен, и цель его власть над материальным, а значит, по идее, реальная земля должна принадлежать в итоге иудеям. Вот такая матрица, судите сами, прошло тысячи лет после слова Илариона. Илариона рассеянные по миру евреи собрались в своем государстве и имеют сильное влияние в самой могучей стране мира, в США, а некогда единая Россия распалась на вразующие куски. Единственное, что тут можно сказать, еще не вечер. Да не отпадут от веры слабые вери, в меру наказывай, но безмерно милуй, в меру уязвляй, но милостиво исцеляй, в меру ввергай в скорбь, но вскоре утешай, ибо не в силах естество наше долго сносить гнев твой, как и солома огонь, просит Бога русский митрополит. Разум и чувство, закон и благодать, удастся ли нам, русским, соединить это без ущерба для одного и другого? Это вопрос. Спасибо за внимание.